Это программа «Качество жизни» с вами доктор Зайцев. Здравствуйте! Наша программа выходит в канун Нового года и, естественно, повтор для тех, кто не сможет посмотреть в связи с предпраздничными хлопотами, посмотрит ее в субботу 2 января. Действительно, по традиции мы не будем говорить сегодня о болезнях, о недугах. Наверное, в эти праздничные дни каждый из нас поднимет бокалы и, наверное, тост будет самый главный – это за здоровье. И поэтому мы сегодня хотим предложить программу, в которой будут только звучать положительные нотки за здоровье. И мы записали интервью с первыми лицами системы здравоохранения. И я предлагаю вам посмотреть и послушать. Маргарита Александровна, заканчивается год. Естественно, это пора подведения итогов. Впереди будет подробный анализ деятельности системы здравоохранения. Будут у нас и медсоветы, естественно, да, и где вы будете слушать и главных врачей и так далее. Ну, давайте сегодня без цифр для наших телезрителей скажем, что положительно было в этом году. Год был непростой, как для страны в целом, так, собственно говоря, и для здравоохранения. Тем не менее, мы выполняли самую главную функцию, оказывали медицинскую помощь нашему населению. Ну, и хотелось бы, чтобы, поздравляя наших телезрителей и медработников, вы все-таки дали надежду на то, чтобы мы смотрели с оптимизмом в наше будущее в 2016 год. Благодарю вас за вопрос. Год был действительно непростым. Год был сложен как в финансовом, так и в деловом, в принципе, своем проявлении. Вот. Хочу сказать, что то, что нам удалось сделать за этот год, очень многие области не успели это сделать. Прежде всего, хочу поблагодарить всех депутатов предыдущего созыва областного совета, всех налогоплательщиков, областную администрацию, за то, что сделан был такой прорыв, были погашены долги за центр закупки МОЗа еще за 2012 год, из-за которых нам блокировали счета в больших четырех лечебных крупных областных заведениях наших лечебных. Вот. И это напряжение было снято, и мы все вздохнули, потому что больницы заработали в прежнем режиме, и каждые три месяца никто не арестовывал счета. Это было полезно. Мы сошли работать во многие благотворительные фонды. И USID – это проект Challenge TB по лечению мультирезистентного туберкулеза. Это проект Респонд по лечению ВИЧ-инфицированных больных. И многие другие проекты, которые дают нам возможность лечить тяжелых больных, лечение которых в нашей стране очень дорогостоящие. И этот же гепатит С. То есть многие такие заболевания, которые требуют очень больших средств для лечения, и люди, обычные наши граждане, они не могут себе позволить такого дорогостоящего лечения. Еще хочу сказать, что у нас есть ряд таких достижений. Много наших молодых специалистов, которые пришли к нам и на интернатуру, которые закончили интернатуру. Я рада, что все-таки некоторые районы откликнулись на наш призыв. Они смогли создать им условия для жизни, некоторые даже обеспечить их жильем. Мне это очень радостно, потому что, знаете, когда прижат молодые специалисты в глубинку, все страшно, все непонятно, все хочу к маме и домой в нормальные человеческие условия. Поэтому я надеюсь, что в будущем году районные администрации, их главы, главы районных советов, они пойдут на уступки, и молодых специалистов, они будут у себя как-то закреплять и при помощи жилья, при помощи создания таких нормальных жилищных условий. Это очень важно, потому что все мы имеем детей, и нам очень, как родителям, не безразлично, куда поедут работать наши дети и как они будут там себя проявлять. Если у него быт налажен, следовательно, и работа будет ладиться. Потом хочу сказать, что, в принципе, управление наше тоже провело очень много проверок. Очень много мы исправили в нашей обычной жизни, улучшили некоторые и условия пребывания больных, и питание, и где смогли обеспечить медикаментозное. Также те реформы, которые были запланированы Министерством охраны здоровья, к большому сожалению, с апреля месяца проект законов лежит в Верховной Раде, он не принят. И, следовательно, это тормозит наше последующее развитие. И развитие не только медицины, я так думаю, из этого бы вытекали очень многие последствия. Вот мы в большой надежде, что все-таки этот законопроект будет принят, потому что он необходим. И мы это понимаем как и в обыденной жизни, и как управленцы, когда мы встречаемся на совещаниях в Министерстве и на слушаниях Верховной Раде. И это, конечно, оставляет желание лучшего. Сейчас мы имеем проект закона о том, что финансирование лечебных заведений второго уровня и третьего будет отдано на областной уровень, то есть это через наше управление будет идти финансирование. На первичном уровне останутся только центры первичной медико-санитарной помощи, ФАПы, сельские амбулатории, вся первичная помощь. Поэтому это тоже для нас дополнительная нагрузка, но мы готовы с ней справляться, только бы шло нормальное финансирование, и наше лечебное заведение могли бы быть оснащены так, как нужно. И, конечно, что тоже печально, потому что получили мы постановление Кабмина, где идет оптимизация коек до 60 на 10 тысяч населения, при том, что у нас сейчас мы имеем практически 80 коек на 10 тысяч населения. Поэтому вот у нас, конечно, будет и оптимизация коечного фонда, но я думаю, что весь третий уровень мы обязаны сберечь и усовершенствовать, наоборот, это оказание этой помощи третьего уровня специализированной. Ну и будем, конечно, смотреть, где нам уже формировать госпитальные круга. Вы правильно сказали, что проект реформирования лежит, к сожалению, все еще в таком мертворожденном состоянии, хотя мы уже очень долго и много о нем говорим. И, наверное, уже как бы мы созрели для того, чтобы эта реформа все-таки произошла, потому что нельзя топтаться на одном месте. Ну и теперь мне бы хотелось, чтобы в заключении вы все-таки поздравили и наших телезрителей, и, конечно, медицинских работников, всех работников нашей отрасли, нашей области. Я думаю, что им будет приятно услышать. Хочу поздравить, прежде всего, медицинскую общественность нашей области. Хочу поздравить всех жителей Николаевской области с наступающим Новым годом, с Рождеством Христом, со всеми светлыми праздниками января. И пусть в ваш дом заходит здоровье, благополучие, мир, радость с этими праздниками. Пусть все самое негативное, что было в нашей жизни, пусть оно отойдет на задний план. Мира нашей земли, и все мы остальное сможем сделать. Спасибо. И спасибо вам большое. И вас от лица нашей программы поздравляем с наступающим Новым годом. И, конечно же, больших успехов в осуществлении всех-всех планов, которые, в общем-то, обязательно стоят перед самой системой здравоохранения. Спасибо. Евгения Николаевна, жизнедеятельность любого коллектива, в том числе медицинского, неразрывно связана, естественно, с деятельностью профсоюзной организации. Вот какова роль и участие, особенно сегодня, в самое непростое время, и вот год, который уже заканчивается, какая роль, что было сделано практически для того, чтобы, ну, мягко выражаясь, поддержать дух медицинских работников, чтобы действительно они хорошо выполняли свои основные функциональные обязанности, лечили людей? Конечно, сегодня время очень непростое. Непростое того, чтобы сегодня медицинские работники оказались заложниками, заложники той ситуации, которая сегодня сложилась. Фактически у нас страна приняла курс евроинтеграции. Фактически сегодня все отрасли идут по евростандартам. Это мы видим и по коммунальным услугам, это мы видим по ценам магазине, мы видим все. А наше здравоохранение осталось в той системе советской, бывшей, которая приобрела где-то в 2011-2012 году небольшие изменения, на этом остановились. На сегодняшний день, я думаю, самое главное, которое сегодня волнует всех медицинских работников и, наверное, учреждения здравоохранения, и, конечно, население наше, это прежде всего качественное оказание медицинских услуг хорошими, грамотными специалистами. А у нас сложилась сейчас такая ситуация, что у нас молодые специалисты, к сожалению, а ежегодно где-то около 8 тысяч выпускают в медицинские вузы страны, врачей, но что-то очереди на работу у нас не видны. А за чего? Из-за низкой заработной платы. Сегодня наша заработная плата уже на протяжении, наверное, лет 10, так мы, наверное, красную книгу надо заносить, занимает 29-е предпоследнее место среди всех отраслей нашего народного хозяйства. Первое – это низкая заработная плата. Второе, я считаю, это низкое финансирование, потому что мы отошли от стандартов, те, которые были раньше. Сегодня у нас нету неплатных услуг, у нас отменены любые какие-то вложения и так далее. И то, что сегодня финансирование идет по остаточному принципу здравоохранения, это ощущают сегодня все медицинские работники. К сожалению, работая в очень нелегких условиях труда, во-первых, в основном у нас работают женщины, около 80%, во-вторых, у нас где-то процентов 87 – это работа в тяжелых и вредных условиях труда. А третье – это мы работаем в нервно-эмоциональном напряжении. Даже есть так называемый синдром выгорания, по которому наши медицинские работники отдают все силы и здоровье, а, к сожалению, отдача и благодарность за их труд очень небольшое. И поэтому профсоюз работников здравоохранения, если взять этот год последний, все усилия предлагал для того, чтобы повышалась заработная плата. Это единая тарифная сетка. Нам немножко удалось это решить. У нас с 1 сентября было повышение заработной платы, и вот сейчас с 1 декабря, и тот разрыв, который существует между минимальной заработной платой и того тарифного разряда, который у нас стоит, с которой считается наша сетка, он, слава богу, впервые за последние 3-4 года уменьшился. Уже не 366, а где-то на 101 гривну этот разрыв все снижается, чтобы хоть как-то немножко оттянуть заработную плату от неквалифицированного персонала. Это самое главное, которое на сегодня, я считаю, здравоохранение. Ну, это вы обрисовали, в общем-то, реально существующий негатив, который не придает силы. Мне бы хотелось, чтобы все-таки мы в канун Нового года не говорили о каких-то отрицательных нюансах, и они, конечно, все очень хорошо известны, медицинские работники это очень хорошо ощущают. чтобы дать надежду на лучшее будущее, все-таки, что было сделано положительного для того, чтобы улучшить и настроение наших медиков, и улучшить и их качество жизни. Мы знаем, что с января этого года средства социального страхования не направляются на санаторно-курортное лечение. Но, учитывая, как предчувствовали это, года три назад мы заключили договора, и наших работников здравоохранения, подчеркиваю, членов профсоюза и их детей, мы заключили договора, сдавали в железном порту, в Коблево и в Очакове в понедельном путем с 30% оплатой за счет обкома профсоюза, а оставшая часть за счет профсоюзного стажа оплачивает профкомы. Это первое. Второе. Значит, вот только вот сейчас мы говорили о том, что здоровом теле, здоровый дух перед вашим приходом, мы говорили с нашим Токаренко, Александром Остаповичем, планировали следующие мероприятия на следующий календарный год, потому что у нас эта работа проводится очень много, мы проводим очень много спортивных мероприятий. Это и в районах области, это и в Кустовы, это и по видам спорта. И папа, мама, и я спортивная семья. Зима, зимонька, зима, где участвуют дети разных возрастов. Большие спартакиады в Очакове и водолей мы проводим, боулинги проводим. То есть мы стараемся сегодня в это непростое время собрать людей и особенно медиков, чтобы они поучаствовали и действительно немножко получили маленький задор, какую-то частицу какого-то здоровья от участия в этих мероприятиях. И можно сказать, что наш отразливой обком всегда где-то в призерах, или первое, или второе, третье место, как на всеукраинских спартакиадах, областных и так далее. Эта работа продолжается. Следующий момент мы не забываем и о духовном. Не забываем и о духовном. Так сложилось, что у нас еще во время этого существовал литературное объединение «Рефлектор», которое создал покойный поэт Эмиль Ядварев при Доме культуры Сары Лазарина Поволодской. И в прошлом году, ну не в прошлом году, а лет пять, мы воссоздали из пепла этот «Рефлектор», куда вошли очень многие талантливые медицинские работники в нашей отрасли. Возглавила Тамара Щелова. И мы издали сейчас книгу последнюю про мини-рефлекторов, которую написали, это уже седьмая книга по счету за последние 3-4 года, где мы, значит, этот путь рефлекторства, начиная от тех аксакалов, которые были лет 15, 20, может и 30 лет назад, и до нового, до сегодняшнего дня, вот в этом помещении, в зале мы проводили презентацию, где присутствовал внук Сары Лазаревны, очень были благодарны за то, что и поддержал финансово при выдаче этих книг. Сейчас мы новый конкурс, вот завтра у нас будет президент, мы объявляем новый литературный конкурс, то есть те люди, которые имеют возможность, которые талантливы, которые хотят как-то общаться и так далее, мы даем возможность им через слово, через литературное перо выразить свои мысли и принять участие. Большую работу мы поройуем культурно-массовую. Я уже не хочу сказать о том, что когда в Черкассах 5 лет назад прошел первый конкурс среди вокалистов, среди медицинских работников Украины, и наша делегация в составе трех медицинских работников приняли участие, то мы на конкурсе у нас Виктор Косыченко диплом получил, Оксана Иванченко получила третье место, и думали, мы рады были, что все-таки как-никак, но мы получили потом в конце гран-при, где доктор Файда с вашей областной больницы занял первое место. И позапрошлом году мы принимали, здесь у нас Николаю, так как мы гран-призеры, принимали 100 человек со всей Украины и в Русском театре. У нас прошел «Мелодия души», на котором я уже единственное просила, ради Бога, чтобы мы не гран-при, мы достаточно, наш доктор Лати занял второе место, и в этом плане постоянно вот эти конкурсы, которые мы, хотя бы участник тоже в жюри у нас неоднократно были. Поэтому я считаю, это тоже какой-то кусочек маленький, который дает человеку талантливую возможность раскрыться и показать. И сейчас канун новогодних праздников. На канун новогодних праздников мы, как всегда, традиционно, мы 5-го числа встречаемся, вся медицинская общественность в Украинском театре. Полностью мы театр покупаем для медиков, для того, чтобы посмотреть очередную новогоднюю сказку. Кроме того, детям-медикам и кукольный театр, и областной дворец культуры мы будем на семинарии сдавать всем пригласительные билеты, и я думаю, люди с удовольствием посетят новогодние, перед рождественские праздники, и с хорошим настроением мы встретим 16-й год, чтобы переступить какую-то черту. И всегда надежда, она оправдывается. Хочется надеяться на лучшее, и хочется, чтобы профсоюзы в этом плане действительно были опорой и помощником всех медицинских работников. Я от себя лично и от программы поздравляю вас с наступающим Новым годом, а у вас есть возможность поздравить всех медиков с наступающим или уже потом с наступившим Новым годом. Ну, я, как говорится, и вас, Петр Петрович, за многолетнюю вот такую поддержку, за информационную такую, показ будней здравоохранения, вашу программу смотрю, хочется поблагодарить вас. Вы единственный у нас оксакал вот этого рупор нашей, нашей всех, всей работы, которая проводится в здравоохранении, на телевидении. Спасибо вам за вашу работу, за вашу неутомимую такую вот страсть какую-то журналистку, которую вы проявляете в своих репортажах, и что ваша программа процветала и выходила много-много-много раз. А пользуясь случаем того, что наступающий год прежде всего хотелось, ну, самое главное, чтобы у нас наконец-то мирное существование у нас наступило в нашей стране. Это самое главное. Чтобы наконец-то все наши средства, помыслы, даже и передачи телевизионные, и все было направлено на поднятие экономического статуса Украины, на то, чтобы наш украинский народ, который действительно заслуживает, он особенный, мы живем в центре Европы, мы прекрасно обладаем водами и земными ресурсами, наконец-то смог действительно встать на ноги и почувствовать себя европейскими гражданами. А всех медицинских работников, ну, и, конечно, все население, Николай, который смотрит эту передачу, я хочу вам прожелать, прежде всего, добра в душе, чтобы вы помнили о том, что всегда, когда Новый год, мы думаем от него, чем какие-то сюрпризов и подарков, и вот когда будут бить 12-й раз куранты, чтобы вы все загадали какое-то желание, я думаю, давайте хором, миром, загадаем все желания, чтобы наступил мир в Украине, и в это унисон, в 12 часов, чтобы все желания наши сошлись, а так будет у нас мир, я хочу как медикам пожелать всем, прежде всего, здоровья, благополучия в семьях, чтобы дети не огорчали нас, чтобы мы почитали стариков, чтобы в нашей стране, действительно, в стране Украины, наступил тот расцвет культуры, нравственного общества и подъема, и всего благополучия, который мы того заслушаем. Поэтому Новый год в год, новой огненной обезьяны, чтобы обезьяна, наконец-то, потушила огонь, пожар, который у нас горит, слукавила где-то, но самое главное, достала очень много всякого сеснового банана для нас, для всех вас, и чтобы мы с улыбкой всегда смотрели друг в друга в глаза, радовались жизни, и дай Бог, чтобы это все у нас было. Это была Евгения Николаевна Заяц, председатель обкома профсоюза медицинских работников, я вам признателен, спасибо. А вам, уважаемые телезрители, я хочу пожелать одного, чтобы в новогодние праздники вы подняли бокал за единственный тост, за мир. Мы не будем сейчас говорить о достижениях как таковых, не будем сейчас применять проценты, цифры, вот, а давайте все-таки вспомним, что было положительного в системе здравоохранения города Николаева, вашего департамента, который вы возглавляете. Вы были, собственно говоря, и инициатором, и пионером, наверное, реформирования в плане создания первичного звена. Я думаю, что в этом плане сделано для города очень много, и вам есть о чем сегодня сказать. Действительно, 2015 год был сложный для здравоохранения города, сложный в экономическом, политическом плане, но тем не менее прогрессивный. Прогрессивный в плане развития медицинских учреждений, приобретения нового диагностического, лечебного оборудования. И если начать с первичного звена, с того стандарта золотого европейского семейного врача, мы продолжали над этим работать целый год. У нас открылись две новые семейные амбулатории. На Василяево в центре номер один и на Никольской в центре номер шесть, что и приблизит именно первичную помощь к населению этих районов спальных, где располагаются эти семейные амбулатории. Амбулатории оснащены по табелю европейского стандарта. Все абсолютно, все необходимое есть в этих семейных амбулаториях для работы семейного врача, а также для наших пациентов от нуля и до наших самых старшего поколения, наших бабушек и дедушек. Много мы отработали по оборудованию и по расширению диагностической базы, укреплению первой горбольницы. Это наш инфарктный блок. Сегодня он тоже соответствует евростандартам, где есть все необходимое оборудование, система наблюдения за пациентом, не только мониторинг его состояния здоровья и состояния организма, но и видеонаблюдение о том, как себя чувствуют, выведен на пульт управления и на пульт медицинского обеспечения, для того, чтобы все это в комплексе представлял тот диагностический центр, отвечал тем стандартам, которые необходимы сегодня в лечебном учреждении. Сделали мы огромнейший прорыв в развитии нашей централизованной биохимической лаборатории. Был приобретен новые три аппарата, биохимический анализатор, который в Украине пока единственный на борт биохимического анализатора одновременно можно разместить в течение часа, вернее, сделать 400 исследований. На борт размещается 138 различных видов анализов и исследуется 138 пациентов одновременно. Мы также приобрели для биохимической лаборатории анализатор газа в крови. Все понимают и медики, в том числе как это необходимо для реанимационных больных города, где необходимо обязательно, которые находятся на искусственной вентиляции легких, эти виды исследования. Большой прорыв также был сделан и в больнице скорой медицинской помощи. Наряду с приобретением дыхательной аппаратуры для реанимации также мы приобретали диагностическое оборудование для отделений, в частности это нейрохирургия, это хирургический микроскоп, который позволил расширить спектр оперативных вмешательств на нейрохирургии. И нашим пациентам теперь не нужно ехать в Киев, в Одессу, в Украину обеспечен вот таким оборудованием. Наши врачи пошли специальную подготовку, они владеют новейшими технологическими методами лечения и сегодня оказывают по всем европейским стандартам эту помощь. Что касается практически во всех лечебных учреждениях абсолютно во всех были определенные шаги сделаны в развитии своей материально-технической базы. Для того, чтобы все-таки наше население понимало, в какую сторону развивается здравоохранение, что оно направлено больше было на профилактические моменты, мы организовали и участвовали в передаче, которые направлены на эти моменты. Наши жители всегда слушали 12 программ выпущенных «Город здоровья», «Место здравоохранения» в течение всего города. Я думаю, что в преддверии Нового Года, конечно, хочется пожелать абсолютно всем николаевцам, в том числе и нашим сотрудникам нашей отрасли здравоохранения, всем прежде всего здоровья. Здоровья, которое душевное, здоровье физическое, здоровье морального. Потому что если у человека появляется такой в душе огонь, жажда делать добро, жажда появляется к лучшему, к жизни, и вот этим, наверное, движет развитие всего человечества. Если у нас такой потребности не возникает, у нас наступает в душе какая-то апатия, нежелание жить, я, конечно, не хотела бы, чтобы наш город и наши николаевцы имели такие чувства. Поэтому я желаю им добра, любви, мира и здоровья. Лариса Юрьевна, ну, все то, что Вы сказали, связано действительно с тем, что здравоохранение, отрасль наша, она, несмотря на трудности, все-таки развивается, все-таки идет своим чередом к выполнению самой основной функции. И все мероприятия, которые проводятся, действительно, это колоссальные усилия всех работников здравоохранения, безусловно, и косвенно, они так или иначе направлены на улучшение качества жизни нашего населения. Я Вам признателен за участие в нашей праздничной программе и присоединяюсь к Вашим поздравлениям всех наших телезрителей. Вам огромное спасибо Вашему департаменту и всем медикам города Николаева. Спасибо. Спасибо.